Доброе утро! Клубника, корица, чили-перец, вино белое сухое, шоколад, сливки, а также элементы декора. Красиво, вкусно, полезно, необычно. Такого мы с вами еще не готовили, но самое время начинать учиться. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что поставим сотейник нагреваться с водой. И еще один маленький сотейничек для выпаривания вина. Пока сотейнички нагреваются, мы нашу клубнику перебьем в блендере. Нам нужно сделать массу кремовую и затем мы ее процедим. Процедим от семян, чтобы она у нас была более эластичная и без крупинок. Должно получиться очень вкусно. Тщательно взбив клубнику, нам нужно ее процедить. Процедить через сито. Для того, чтобы избавиться от лишних косточек мы это делаем, так наше блюдо станет гораздо вкуснее. Ну а клубника, к счастью, нам на юге Украины доступна на протяжении практически всего весенне-летнего осеннего периода. Селекционеры упорно трудятся над тем, чтобы мы собирали несколько урожаев из клубничной грядки. И хотя бы в небольшом количестве, но она доступна нам довольно долго. Это помогает нам запустить огромным количеством витаминов, микро-макроэлементов. И на самом деле в этой клубнике их огромное множество. Клубнику мы протираем через сито. В домашних условиях мы можем воспользоваться марлей, так как семена клубники очень маленькие, и поэтому большое крупное сито нам не подойдет. Клубника процежена, так что приступаем к следующему этапу. Выпариваем вино. Добавляем красный чили-перец. И палочку корицы. То есть блюдо у нас получится весьма острое и пряное. Пока у нас вино выпаривается, мы можем нарезать оставшуюся клубнику для декора. Внимательно следите за сотейником с вином. Помните, что оно не должно закипеть. При этом хорошо нагретое вино испаряется из него алкоголь. Вино насыщается пряностями корицы и становится острее за счет чили-перца. Это становится практически идеальная заправка для нашего необычного супа. Тем временем... Тем временем мы можем приступить к нашему приготовлению мусса. Нам потребуется шоколад и взбитые сливки. Первым делом мы растопим шоколад. Шоколад будем растапливать на водяной бане. Для того, чтобы он превратился в более жидкую консистенцию. А тем временем мы будем взбивать сливки. Какой жирности сливки? Сливки берем 30% Это практически идеальная концентрация жирности для того, чтобы сливки взбились максимально плавно и мягко. И это не сделает наше блюдо излишне клоинным и жирным, но тем не менее подчеркнет всю его пряность и тонкий вкус. В сливки я добавляю сахарную пудру, для того, чтобы они были более эластичными. И взбиваем. Сливки мы взбивали на протяжении двух минут до консистенции густой сметаны. Так. Ну, получилась на самом деле очень густая пена. Проверить можно просто, если вы перевернете стакан, то ничего из него не вытряхнется. Это идеально взбитые сливки. Помните, что очень важна температура и жирность этого продукта при взбивании. У нас шоколад готов. Угу. И мы можем добавить туда взбитые сливки. В кулинарии этот соус называется ганаш. Он часто используется при приготовлении самых разнообразных рецептов. Является классикой, изысканной, с тонким вкусом. Так что обязательно попробуйте приготовить. Вам наверняка понравится. Сливки с шоколадом перемешаны, и мы их отправляем на 2 минуты в холодильник для остывания. Все ингредиенты для приготовления супа готовы, и мы можем заправлять нашу клубничную массу уже настоявшимся вином. Для того, чтобы вкус был однородным и гармоничным, помните, что наше выпиленное вино должно настаиваться хотя бы 5-10 минут и немного остыть. Тогда вкус получится просто потрясающим. Ну что, можно приступать? Можем. Отлично. Это, наверное, любимая часть, по крайней мере, моя в приготовлении завтрака. Выливаем клубнику. В середину выкладываем наш мусс. Согласитесь, очень красиво и оригинально. Посыпаем клубникой. Клубника с клубникой и немного шоколада. По-моему, это практически идеальный завтрак, обед или даже ужин для любого сластеной. Отличное сезонное блюдо. Приправляем немного хлопьями. Это хлопья Royal Tin. Страшное название в себе хранит очень замысловатые бисквитные коржи, из которых делают хлопья. То есть, на самом деле, все очень просто. Главное, добавлять интересные компоненты, фантазируйте, следуйте нашим советам, и тогда наверняка получится очень вкусное, необычное блюдо. Мята и сахарная пудра. Ну что ж, приятного аппетита. Клубника помогает вырабатываться в организме эндорфинов, гормоны счастья. С таким блюдом счастья у нас точно будет достаточно. Спасибо большое. Константин, за такое оригинальное блюдо мы начинаем пробовать. Ну а вы готовьте вместе с нами на 7-м канале. Субтитры сделал DimaTorzok